Коммунистический интернационал Власти большевики взялись реализовать амбициозную и масштабную программу преобразования общества, выходящую далеко за рамки национальных границ. Инструментом этого преобразования и должен был стать Коминтерн. Он объединил в своих рядах членов коммунистических партий со всех концов света. В ходе дискуссии участники обсудили взаимоотношения Советского Союза с левыми движениями во всем мире в период с 1919 по 1943 годы. В здании РГСУ и сегодня действует музей Коминтерна, где представлены документы, артефакты и реликвии, связанные с международным революционным движением. В предвоенные годы здание вступило в эксплуатацию в 1938 году. Здесь собиралось больше 10 человек, которые потом стали руководителями своих государств. Это не просто были самые наши верные союзники во время главного испытания за всю нашу более чем 150-летнюю историю. Это были те люди, которые поставили перед собой огромную сложную задачу, которую до этого никто никогда не мог успешно решить. Создать новую мировую систему, основанную на абсолютно новых, ранее не применявшихся в государственном устройстве, социальных, экономических, политических принципах. И надо сказать, что у них это получилось. Вопрос о том, что получилось дальше, это другой вопрос. Но они это смогли. И мне кажется, что если они смогли, то ведь надо сказать, что сейчас перед нашей страной стоит схожая задача. В начале 20 века Коминтерн, объединивший коммунистические партии из нескольких десятков стран, стал главным вызовом существовавшему колониальному миропорядку. С помощью организации Советский Союз оказывал политическую и экономическую поддержку национально-освободительным движениям по всему миру, противостоял нацистской угрозе, а также проводил внешнюю разведку. Лидирующая роль нашей страны была обусловлена тем, и на первом этапе только тем, что здесь происходили события, которые многие расценивали как авангард мировых исторических процессов. Идеи Коминтерна были привлекательны для многих, потому что это были идеи, в конечном счете, созидательные. Это были идеи справедливого мира, мира с равными возможностями для всех. И поэтому и вот этот межвоенный период, идеи Коминтерна привлекали очень молодежь. Тогда был создан и коммунистический интернационал молодежи, и наше образование именно тогда стало привлекательным для иностранцев. Хотя он создавался, конечно, по инициативе советского руководства, большевиков, это было ввеление времени той эпохи. Это были объективные процессы, которые происходили в начале 20-го столетия. Прежде всего, рост революционного движения, национально-освободительного движения, левых альтернативы, левых взглядов. Это было повсеместно, это была не только российская инициатива. Это была европейская и восточная, свидетельство европейской и восточной истории. Поэтому создание Коминтерна отражало не только, конечно, вклад большевиков и понимание их целей, но это было следствием и отражало те мировые явления, которые происходили. С высоты сегодняшнего дня, очевидно, идеи Коминтерна не прошли проверку временем, но по своей сути они были не разрушительны, а во многом прогрессивны и созидательны. Память о Коминтерне бережно сохраняется во многих странах бывшего, советского блока, в Китае, во Вьетнаме, в странах Латинской Америки. В нашей стране было бы правильно иметь музей истории Коминтерна, тем более, что сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта коммунистического интернационала могут быть извлечены и весьма полезные прикладные уроки. Кроме того, собравшиеся осмотрели музейную экспозицию, на которой были представлены экспонаты, посвященные жизни и деятельности генерального секретаря Исполнительного комитета Коминтерна Георгия Димитрова и его соратников. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова